Спокойной ночи или спокойного дневного сна. Что у тебя, Масюнькина? У нас сегодня опять очень жаркий день. Я начала его с того, что я полила все как следует. И дорожки, и все растения, и Моросю. Нет, Моросю я не полила, она не любит. Пуша любит купаться. Полила все растения, все мокрое, влажное, красота. Здесь тоже все полила. Плитка уже положена, но еще работы не закончены. Нужно еще кое-что здесь подделать. Покажу вам общий результат, когда все закончится. Сейчас хочу вам показать, что у меня в теплице происходит, какая у меня там проблема. У Наташи, короче, дилемма. Что делать, не знаю. Хочу с вами посоветоваться. Ну вот огурцы, благодаря вашим и моим стараниям, пришли в норму, цветут, начинают плодоносить. Конечно, был перерыв, получается, две недели. Я себя лишила огурцов. Ну, такое дело. Сейчас у нас огурцы по 15 гривен можно купить. Но я не покупала. На салат не хватало. Закрывать еще не закрывала, как следует. Дилемма у меня вот какая. Видите, у меня все помидоры созревают в один момент. У меня уже полный холодильник помидор. Для кого-то это, конечно, мало. Кто выращивает на огородах большие плантации. Но мне много помидор не надо. Но вся проблема в чем? В том, что они уже созрели в большом количестве, но больше ничего у меня не созрело. Перцы у меня висят зеленые. Они еще будут, я не знаю когда, при царе горохи. Видите, они большие, красивые, но они зеленые, а должны быть красные. Вот. Потом что у меня еще? Ну, такого, чтобы я могла закрыть что-нибудь. Короче, перец надо покупать. Сейчас он стоит у нас гривен 80. Это 2 евро килограмм. Ну, придется покупать. Подожду еще немножко, поднакоплю помидор. И буду покупать. Кабачки еще не созрели у меня как следует. Они тоже болели. Сейчас покажу вам. Кот тут как тут. Они болели, я их лечила. И сейчас только они начали как следует плодоносить. И дали много плодов. И будет. Через недельку буду закрывать. Туда тоже нужны будут частично томатный сок. Ну, и сок, конечно, закрою. Но как-то все у меня не вовремя в этом году. У нас очень сильная засуха. У нас довольно-таки жарко сейчас. И я поливаю деревья. Я хочу спросить у вас, может быть, кто-то знает, надо ли хурму обрезать ветки. Видите, очень много веток новых. Они, наверное, забирают сок от плодов. На этой хурме плоды крупненькие. А на этой более мелкие. Помню только то, что это называется София. Или Дары Софии. Или более урожайное дерево. Но плоды сейчас мелкие. Не знаю, что из них вырастет. Вот эти более крупные. Я забыла, как они называются. Вот я бы обрезала эти ветки. Но я же боюсь их трогать, пока они с плодами. Что вы мне скажете? Так, друзья, я снова на качельке. А вы со мной. И я хочу вам показать уже конечный результат. Сегодня уже все закончено. Все швы расшиты. Я тут все помыла окончательно. Все высохло. И вот принимайте работу. Плитка такая звонкая была. Она как стеклянная. Но ходить по ней, как будто бы она мягкая. На самом деле она твердая, конечно. Просто ходить приятно. Вот крыльцо. Не будем переделывать боковушки. Потому что очень много грязи. Опять эта болгарка. Этого не выдержу. Муж мой сказал так, что это не дворец. Ну, я согласилась с ним. Потому что вид это не портит. Как вы мне скажете? Я считаю, что это отличная работа. Просто отличная. Ну, впрочем, как и всегда, когда принимается за дело, мой муж. Вы, может быть, думаете, что он какой-то мастер, где-то чему-то учился. Нет. Он нигде ничему не учился. Он все делает сам, самоучка. Если что-то не знает, смотрит в интернете. Делает он всегда. Когда еще был он ребенком, ему было 9 лет. Он жил с матерью. И они жили на первом этаже. И у них завелась крыса огромная. Она прорезала под унитазом. И, в общем-то, мать ничего не могла сделать. Травила ее. И туда стекло била. В общем-то, не получалось ей отравить крысу. Тогда не было таких сильных препаратов, как сейчас. Вот. И он попросил ее тогда купить молоток, топор. В общем, мужские инструменты. Ему было всего 9 лет. Он был маленький, худенький. Он последний стоял в классе. То он вымахал так уже в 10-м классе. В 8-м, а не в 10-м. И вот она ему купила первый инструмент. И он все научился делать сам. Конечно, я его очень простимулировала, чтобы он делал все сам. Потому что денег нанимать кого-то, платить не было. И, конечно же, не каждый мастер нас устроит. Ну, теперь я помою этот соколь. И если у нас осталось красочки немножко, то мы этот соколь еще перекрасим. И здесь тоже перекрасим. Вот этот вот бордюрчик. Тут у нас были дырки. Со временем образовались. И тут жили муравьи. Но теперь муравьев не будет. Видите, как аккуратненько все задело. В общем, я довольна. Просто не сказать, как. Вот эту картину нам вышивала тетка. Моего мужа. Помните, мы ездили с вами к ней на кладбище. Она умерла в этом году. Сделала вот такую вот картину вышла. Нравится мне эта картина. Единственное, что когда ветер, она слишком пет стену. Продолжение следует... Продолжение следует... сегодня закрываю томатный сок все помидоры у меня поспевают в один день в одно и то же время потому что они одного сорта это тоже моя ошибка сорт у меня снегирь очень хороший вот смотрите какой томат получается это я просто его прокрутила на мясорубку одна мякоть серединки вообще нет в помидоре я пропускаю помидоры через мясорубку вместе с косточками и со шкуркой снегири очень тонко шкуры а почему это делаю потому что и шкурках и косточках есть польза поэтому я делаю через мясорубку не потому что я ленюсь зимой этот сок будет как находка потому что я часто очень дышу капусту делаю пиццу варю борщ это беспроверочный вариант поэтому сегодня у меня такая операция закаточная если операцию меня после карту в не объемная то я банки стерилизую в духовке при температуре 120 градусов 15 минут банки ставлю сразу мокрое чистая на вот такой вот батончик и получается очень даже славненько мало электроэнергии используется и банки хорошо стерилизуются 15 минут вполне достаточно томат добавляю только соль у меня здесь такая вот крупнозернистая соль пищу я обычно ее не использую потому что она долго растворяется здесь пойдет больше никаких специй никаких добавок ничего просто томат вот сок я закатала видите как получился густой соль и помидоры хочу показать вам крышечки производитель украина эти красивые с разными птицами заказала себе прям 50 штук и ключ новый заказала потому что мои ключи просто два ключа хороших было и испорчены со временем но они конечно уже древние были заказала себе новые автоматически для закатки буду в этом году много чего закатывать и следующее это будет тещин язык видео тещином языке у меня уже есть на канале ссылочку оставлю вам в описании под видео этим ну сниму отдельно еще как буду закатывать очень вкусно всю зиму ели и радовались если вам не нравится и и и и и